Всем привет! Сегодня приготовим очень нежный, легкий и воздушный десерт тирамису в виде муссовых пирожных. Пирожное состоит из кофейного мусса, нежного мусса на творожном сыре, бисквита савоярди с кофейной пропиткой. Итак, приготовление я начну с бисквита. Бисквит савоярди это не что иное, как классический бисквит из яиц, сахара и муки. Смешиваем яйцо и сахар и взбиваем на высокой скорости, примерно минут 7 до потной пышной пены. В получившуюся яичную массу просеиваем муку и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой движениями снизу вверх. Должно получиться вот такое воздушное тесто. Его можно отсадить из кондитерского мешка в виде палочек савоярди, а можно выпечать ним бисквитом. Я буду выпекать в квадратной рамке размером 18 на 18 см, но обернула фольгой. Стараемся максимально равномерно распределить тесто по всей рамке. Поверхность бисквита присыпаем сахарной пудрой. Выпекаем при температуре 170 градусов примерно 7-8 минут. Готовый бисквит остужаем и вынимаем из формы. Нарезаем на кусочки в зависимости от формы ваших пирожных. Если у вас нет формы для пирожных, то можно насобирать торт в кольце диаметром 16 см. Список всех ингредиентов и их количество будет в описании под видео. Для пропитки варим крепкий кофе или используем растворимый. Теперь приготовим основной мусс. Желатин замачиваем холодной водой и даем ему набухнуть примерно минут 15. Желтки с сахаром взбиваем на водяной бане до растворения сахара. Следим, чтобы вода не докасалась на чаше и не забываем, что для водяной бани берем только огнеупорную посуду. Масса посветлела и сахар полностью растворился. Теперь снимаем ее с плиты и продолжаем взбивать уже без водяной бани. Желтки станут еще светлее и немного загустеют. Набухший желатин распускаем в микроволновке и добавляем к желткам. Теперь добавляем творожный сыр комнатной температуры, можно взять маскарпоне. Смешиваем миксером на низкой скорости до гладкости. Далее берем холодные сливки жирностью 33% и взбиваем до мягких пиков. Старайтесь не перевзбивать сливки, иначе мусс получится слишком плотным и пирожные могут треснуть. Теперь сливки аккуратно вмешиваем в желтково-сырную массу. Готовый мусс перекладываем в кондитерский мешок. Пропитку переливаем в плоскую посуду. Теперь каждый кусочек бисквита с сахарной стороной быстро окунаем в пропитку. Силиконовую форму ставим на ровную поверхность для того, чтобы ее удобно было переносить в морозильную камеру и отсаживаем мусс. Встряхиваем форму, чтобы мусс аккуратно распределился по всем ячейкам. Раскладываем бисквиты пропиткой вниз и утапливаем их в мусс. Ставим в морозильник минимум на 6 часов, они должны полностью превратиться в камень. Далее готовим кофейный мусс. Желатин замачиваем в холодной воде и также даем ему набухнуть минут 15. Смешиваем молоко, темный шоколад, сахар и растворимый кофе. Разогреваем все в микроволновой печи для того, чтобы растворился сахар и шоколад. Вливаем распущенный желатин и пробиваем все блендером до однородности. Взбиваем холодные жирные сливки до мягких пиков. Соединяем обе массы и заливаем форму для декора. Также этот мусс можно заморозить в кольце, нарезать и уложить внутрь пирожных. Перед морозилкой обязательно отстучать, чтобы не было пузырьков и заморозить часа на 4. Пирожные буду покрывать шоколадным велюром. Здесь у меня какао масло и белый шоколад. Топим в микроволновке в разных чашах, так как температура плавления у шоколада и у масла разная. Какао масло немного остужаем и смешиваем с шоколадом. По желанию добавляем сюда жирорастворимый краситель. Я красителя добавлять не буду, мне нравится вот такой цвет молочный. Смешиваем очень хорошо до однородности, также можно воспользоваться блендером. Смесь переливаем в маленькую баночку от детского питания или в пластиковый стаканчик для того, чтобы уменьшить расход. И эту баночку вставляю в бачок краскопульта. Рабочая температура у велюра примерно 36-37 градусов. Хорошо замороженные пирожные аккуратно извлекаем из формы и к этому моменту уже весь инвентарь должен быть подготовлен. Я достаю по одному пирожному и остальные ставлю обратно в морозильную камеру. В этот раз ставила краскопульт на самую минимальную подачу краски, в данном случае шоколада. И результат мне очень понравился. Покрытие получилось очень-очень мелкое. Теперь достаем из морозилки замороженный декор. С ним работаем очень аккуратно, так как он получается тонкий и очень хрупкий. И тает к тому же моментально. Десерт получается очень нежный, воздушный, легкий и с минимальным количеством сахара. Мне его было вполне достаточно и вкус показался гармоничным. Но если любите более сладкие десерты, то смело можете увеличивать количество сахара вдвое. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok